МВФ Появляется масса вопросов, какую цену заплатит или уже заплатил Китай, как это отразится на экономических позициях Китая, США и России, а также чего ждет МВФ от Поднебесной к октябрю 2016 года. На эти и другие вопросы в интервью накануне ТВ ответил независимый экономист Александр Одинцов. МВФ пошел навстречу Китаю, несмотря на то, что поднебесная прогибаться не собирается. И это говорит о большой встречной заинтересованности мировых финансовых элит в рынках Китая. Но работа на таких условиях не меняет в целом принципов МВФ. Такие условия эксклюзивны и обоснованы. Появление юаня как резервной валюты на экономике России скажется позитивно, уверен эксперт. Александр Одинцов объясняет это исторической дружественностью и партнерством России и Китая, а также стремлением Китая иметь постоянного бескорыстного союзника в лице России на случай конфликтов в США. Экономика России тоже может достичь успеха, уверен эксперт. Для этого надо иметь политическую волю. Все, что они предлагают, это ассоциативная модель для всей будущей финансовой системы. У Китая это заимствованы элементы гибридной экономики, некие средние начала между рыночными принципами и плановыми принципами, которые они взяли в УССР на самом деле. Многое из того, что он делает и добился, это благодаря тому, что рынки Китая финансовые регулируются. Это позволяет стране создать определенную стабильность. Чего нам, например, не хватает, если бы мы, допустим, пошли бы попустить Китая, если бы взять предложение Академика Глазьева, то он соответствует тому подходу, который имеет Китай. Все-таки давайте свои рынки немножко подрегулируем, как нам нужно, и рубль давайте мы все-таки будем эмутируем, как нам нужно, а не как нужно мировой экономики. Тогда у нас развитие попадет. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok